Уважаемые студенты, тема лекции по предмету пропедевтика детских болезней – анатомно-физиологические особенности нервной системы у детей. Самаркандский государственный медицинский университет. В плане сегодняшней лекции мы рассмотрим эбрингенез нервной системы, анатомно-физиологические особенности нервной системы, семиотика поражения и методы исследования нервной системы. Нервная система у детей близка к структурной организации нервной системы взрослого, но к моменту рождения многие образования головного и спинного мозга сформированы не полностью, недостаточно зрелоанатомические и физиологические. Эбрингенез нервной системы начинается на первой-второй неделе внутриутробного развития и закладывается нервная система из эктодем. Она образует медулярную пластинку, которая, в свою очередь, превращается в мозговую трубку. Задний конец образует зачаток спинного мозга, а передний расчленяется на три первичных мозговых пузырька. Вот на этой схеме видно, как это происходит. Внутренний слой из него образуется, в мозговой трубке образуется эпителиальная выстилка мозговых полостей. Средний из него развивается серое вещество или нейробласты. И наружный не содержит клейсточных глядер, из него образуется белое вещество. Развитие мозга плода происходит неравномерно. Вначале более активный рост спинного мозга, а затем в полушарии коры. Критическим периодом развития нервной системы является 10-18 неделя гестации. Здесь происходит наибольшее интенсивное отделение клеток головного мозга. К рождению у ребенка имеется 25% клеток центральной нервной системы, а к году уже 90-95%. К моменту рождения у ребенка законченным в развитии являются диатрогипоталямуса, продолговатый спинной мозг, кора головного мозга, пирамиды, пирамидарные пути, полосатое тело, развито недостаточно и функционально незрелое. Деятельность всех жизнеобеспечивающих органов регулируется подкорковыми центрами. У новорожденного масса головного мозга составляет 350-380 грамм, что составляет 10% от массы тела, тогда как у взрослого этот процент равен 2. К концу года масса головного мозга увеличивается в 2-2,5 раза, а к 3 годам в 3 раза. У 10-летнего ребенка мозг составляет 1300 грамм. Развитие нервной системы происходит тем быстрее, чем младший ребенок, особенно у детей первых 3 месяцев. Дифференцировка заканчивается к 3 годам, а к 7-8 годам кора головного мозга не отличается от взрослого человека. Миниализация завершается к 5 годам. Внутричерепные нервы из них к 3-4 месяцев, черепные в году к 3 месяцев и пирамидные пути 2-3 месяца. Облуждающие нервы заканчиваются формироваться к 3-4 годам. Таким образом, полная миниализация завершается к 5 годам. Продолговатый мозг развит у детей лучше. Здесь имеется, знаете, дыхательный центр, центр сердечно-сосудистой системы, центр глотания, чихания, кашля, а потом уже позже развивается центр оживания. Средний мозг менее созревший. Стреополитарная система, то есть которая отвечает за координацию движений, совершается, совершенствуется к 7 годам. Мозжечок развит недостаточно малых размеров и толщины. Функциональное завершение мозжечка завершается к 16 годам. Промежуточный мозг. Сенсорные ядра у новорожденных есть вкусовые, температурные, тактильные, болевые ощущения. Талямус и центр гипоталямуса. В центре гипоталямуса развиты слабо, плюс несовершенство процессов терморегуляции и регуляции водно-солевого обмена и других видов обмена. Большие полушария мозга изведены малой высоты, глубины, имеется малый борозд, они формируются к 5-6 годам. Кора больших полушарий созревает позже всех, и критический период его в 7 лет продолжается до пубертарного периода. Твердая мозговая оболочка у новорожденных сращена с костью и мозговой тканью, следовательно, высока возможность травмирования. Все мозговые оболочки тонкие, веносные пазухи тоньше и уже, субдуральные и субарахтанитальные процентно узкие. Серое вещество плохо дифференцировано от белого вещества. Вот здесь на схеме все слои мозговых оболочек вы видите. Таламополитарная система – это более структурированная система. Ее мини-эллинизация происходит внутриутробно. Основные функции новорожденного регулируются промежуточным мозгом под корпорными центрами таламополитарной системы. И это объясняет некординированные, а тетузоподобные движения у новорожденных. С развитием полосатого тела и формированием пирамидной системы формируется следующий этап движения. Это пирамидо-стриарный уровень. К первому-второму году жизни у детей появляются крупные произвольные движения – хватание, переворачивание, ползание, ходьба, бег. Высокий уровень движения связан с полосатым телом и формированием пирамидной системы. Картикальный уровень моторики. Мелкие движения пальцев начинаются с 10-11 месяцев. Также рисование, вязание, игра в музыке. У инструментов она постепенно развивается. Мозг обильно кровоснабжен. Высокая проницаемость относится с этим и отмечает у детей высокая проницаемость гематоницилифолического барьера. Высока потребность кислородия. У детей в 7 раз выше, чем у взрослого. Больше содержится воды. У новорожденных 99%, а у взрослых это состоит из 77% воды. Отток крови от головного мозга замедлен у детей первого года жизни, так как диплоэтические вены формируются после закрытия родничков. Это может дать объяснение тому, что склонность детей первого года жизни к нейродоксикозу при инфекционных заболеваниях, так как токсические вещества и продукты, они собираются в мозге и аккумулируются. Спиной мозг у детей. Морфологические особенности спинного мозга следующие. По своему устроению более законченный спинной мозг, чем головной. Относительно длиннее, чем у взрослых. У плода доходят до крестцового канала, а у новорожденных до нижнего края второго поясничного позвонка. У детей старшего возраста до первого поясничного позвонка. Масса спинного мозга при рождении составляет 24 грамма. До 5 лет она удваивается и до до 20 лет увеличивается в 8-9 раз. Вегетативная нервная система до 2 лет преобладает у детей симпатикотония. К 3-4 году жизни в вагатонии от 5 до 12 лет у детей устанавливается выравнивание двух систем. С 12-13 лет может возникнуть вегетасосудистая дистония на фоне гормональной перестройки. Благодарю вас за внимание.